Таланту нужно помогать. Об этом мы говорим сегодня в эфире программы «Наше утро». Именно поэтому у нас в гостях человек, который прекрасно знает, как найти талант и как раскрыть его. В нашей студии Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки, председатель Совета спецфонда президента по поддержке талантливой молодежи, председатель жюри телеконкурса «Таллент Краины». Доброе утро. Доброе утро. Екатерина Николаевна, чтобы собственно стать стипендиатом фонда, нужно каким-то образом о себе заявить, нужно себя показать. Есть ли такая возможность, скажем, у ребят из глубинки? Что для этого нужно сделать? Такая возможность есть у любого молодого человека Республики Беларусь, который действительно уже чего-то достиг. Для этого, прежде всего, изначально нужно одержать победу, если мы говорим сейчас о поощрении. То есть нужно принять участие в соревновании, в конкурсе, где есть действительно конкурсная составляющая. Это не просто фестиваль и концерт, а это действительно соревнование. Республиканского значения. И международного. И международного. И после этого он обязан подать в экспертно-художественную комиссию материалы о соревновании, в котором участвовал. И дальше, соответственно, экспертно-художественная комиссия рассматривает на соответствие этого конкурса тем требованиям, которые описаны в положении упащения. Какие бывают типы стипендий? Они делятся каким-то образом? Или она есть одна какая-то фиксированная? Дифференциация очень четкая. Это высшая награда фонда, это гранд-премия. Далее, соответственно, и при этом человек получает звание лауреата. Затем это премия, это стипендия, это поощрительная премия. И есть еще две формы, они специфические. Вот нередко папы, мамы, руководители даже обращаются с вопросом, не зная разницы. Материальная помощь существует для талантливых детей, которые участвуют в соревнованиях не очень высокого ранга. И, наконец, существует еще одна форма поощрения, но она уже не относится к категории поощрения за что-то. Это гранты специального фонда. Это как раз средства, которые выделяются на проекты. То есть самые разнообразные. А кто разводит эти гранты? Соответственно, первый этап прохождения, мы уже об этом говорили, это экспортно-художественная комиссия, в которую входят выдающиеся деятели белорусской культуры, руководители учреждений. Я напомню, что у нас существует два президентских фонда. Фонд, о котором мы сегодня говорим, фонд поощряет талантливую молодежь, которая достигла успеха в области видов искусств. А второй фонд, который возглавляет наш замечательный трансплантолог Олег Олегович Румо, он поддерживает ребят, которые одерживают победы в Олимпиадах, в точных науках. Следующий этап рекомендации экспортно-художественной комиссии выносятся уже на решение совета специального фонда. Екатерина Николаевна, тогда как к педагогу вопрос. С талантом рождаются или всё-таки талантом становятся? Это самый интересный вопрос, который можно задать творческому человеку. Я вам скажу, почему. Почему? Потому что у меня есть опыт наблюдения и за первой ситуацией, и за второй. Первую мы её назовём – это вундеркинды. То есть дети, которые нас совершенно потрясают одномоментно, чей вот этот талант не воспитанный, а данный родителями и Господом Богом, эксплуатируется невероятно и вызывает ажиотаж. Если говорить о том, является ли это исключительным, да, потому что в истории музыки, например, речайшие случаи – это, например, Вольгнаде и Моцарт, который действительно сохранил от малых лет и до конца своей жизни. И вот именно этот удивительный дар маленького, невероятно одарённого человека. А вторая ситуация в высшей степени интересна и наиболее, так сказать, я бы её назвала наиболее такой позитивной для всех, и для педагогов, и для родителей. Это когда человек поступает, мы понимаем, что он одарён, он приспособлен к какому-то инструменту. И как он на ваших глазах начинает расти? Особенно это от подросткового возраста, но даже я наблюдаю это на студентах, когда, в общем, весьма средней одарённости человек, поступив на первый курс, на пятом курсе, вдруг раскрывается так, что ты на государственном экзамене просто, который у нас проходит в форме концерта с публикой, вот, ты вдруг понимаешь, что вырос музыкант. Спасибо вам большое. Я напомню, что о талантах и о том, как их раскрыть, мы говорили сегодня с Екатериной Дуловой, ректором Белорусской государственной академии музыки, председателем Совета спецфонда президента по поддержке талантливой молодёжи.